Виртуальный музыкальный вечер Концерт мы откроем композициями современных отечественных авторов, затем исполним песни Шамши Калдаякова. В программу вошли и произведения зарубежных композиторов, песни из репертуара Андреа Бачели «Time to say goodbye», композиция Дэвида Фостера «Ама Кре де Вай» и популярная песня под гитару «Historia de un amour». Артисты представили синтез музыкальных жанров. Айдын – эстрадный певец, Аша Хризада – оперная певица. Вокалисты познакомились во время обучения в Казахском национальном университете искусств. Их связала любовь к музыке. Это такой интересный факт, что и в жизни, и на сцене мы вместе с ним, мой супруг. И нам очень удобно вместе выступать, вместе петь на сцене. Он прекрасный певец. Мне очень нравится, я обожаю свою работу, я люблю петь, дарить эмоции зрителям. Не представляю свою жизнь без музыки. В планах артистов и дальше радовать слушателей проектами в виртуальном формате. Запись концерта молодой творческой пары можно увидеть на страницах филармонии в социальных сетях. В Алматинском культурном пространстве состоялся показ кукольного спектакля «Жила-была старушка» по мотивам одноименного рассказа Рея Брэдбери. Постановка повествует о жизни и победе над смертью главной героини, одинокой старушки Тильди, где смешались историческая реальность и воспоминания, комедия, юмор и романтизм. Этот рассказ нам понравился, нам показался он важным, нам показался он сейчас нужным, нам показался он интересным. В любом случае мы всегда берем тот материал, с которым нам интересно работать, в котором нам интересно купаться и который нам интересно транслировать. Мы берем и работаем в нем. У нас взрывается в голове, мы говорим «вот оно» и начинаем делать. Мы очень хотим, чтобы просто все любили жизнь. Все любили жизнь, не боялись смерти и ценили каждую секунду, как ценит старушка. Коллектив «Тотального театра» работал над спектаклем около года. Помимо марионеточных, планшетных и перчаточных кукол, был задействован также театр объектов, что добавило яркости актерской игре. Карантинный перерыв оказался плодотворным. В ближайшее время театр представит несколько пример. В столице открылась выставка «The Space of Imagination». Она переносит зрителя из замкнутых помещений, домов и квартир в бесконечное пространство воображения и творчества. Здесь мы пытаемся проанализировать, пытаемся понять, какой опыт мы получили за последние полгода, за последние несколько месяцев. С начала пандемии, с начала локдауна. Это довольно новые для нас слова, но они уже вошли в наш обиход. Кто-то в этот период начал изучать что-то новое, кто-то начал проходить какие-то курсы, кто-то начал изучать историю. Но самое главное, что мы начали изучать себя, мы начали вести диалог с собой, со своими близкими, со своей семьёй. Работы, представленные на выставке, были созданы художниками в период карантина. Мастера посвятили их самым разнообразным темам. Алмагуль Минлибаева представила серию фотографий и цифровой графики, как окно в другую цивилизацию. Здесь современные формы переплетаются с архитектурой мавзолея Эшабиби. В своих абстрактных полотнах художник Абдукарим Иса открывает зрителям «Туранского тигра», населявшего Центральную Азию до начала XX века. Работы современных мастеров дополняют предметы интерьера, каждый из которых тоже имеет свою историю. Выставка в столице продлится до 10 января. Организаторы предлагают посетителям выйти за рамки привычного и вдохнуть глоток свежего воздуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова